Добрый вечер! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Юлия Великодной в этом выпуске. В Якутию на испытания климатическими условиями. Новейшие воздушные судна совершат полеты для проверки системы противообледенения. Выполнить северный завоз в срок. Пробивка зимников в Среднеколымском районе идет одновременно по трем направлениям. Профессия фермер. Молодежь осваивает новые должности. Тяжелый транспортный самолет Ан-124 «Руслан» сегодня утром совершил посадку в аэропорту Якутска. На его борту два новейших многоцелевых вертолета Ми-171, которым предстоит пройти испытания в сложных климатических условиях Якутии. Испытания машин, которые произведены холдингом «Вертолеты России», займут месяц. Программой предусмотрено около 20 полетов при температуре воздуха до минус 50 градусов с погодными условиями, допускающими обледенение. Специалисты намерены проверить работу противообледенительной и ряда других систем, которые отвечают за бесперебойную работу при экстремально низких температурах воздуха. Егор Борисов провел совещание с членами правительства. Руководитель региона отметил слаженную работу Кабинета министров в период новогодних праздников. А также сообщил о ряде встреч, которые он провел в Москве. В частности, по итогам встречи с Егором Борисовым, председатель российского правительства Дмитрий Медведев дал поручение проработать вопрос строительства второй очереди Якутской ГРЭС-2. Был поставлен вопрос о продолжении строительства ГРЭС-2, как вторая очередь. И было дано прямое поручение о том, что ГРЭС-2 надо продолжить строить. Поэтому правительству придется в этом направлении поработать с Министерством энергетики, Росгидро. Что касается строительства моста через Лену, то Дмитрий Медведев поручил российско-китайской межправительственной комиссии и компании «Российские железные дороги» подключиться к этому вопросу. Кроме того, Якутия вошла в число пяти регионов, у которых управляемый госдолг. Об этом на встрече говорили Егор Борисов и министр финансов России Антон Силуанов. Мы сегодня, учитывая, что один из немногих субъектов, который управляет государственным долгом в пределах нормативов, установленных бюджетным кодексом, мы получили право самим выйти из ситуации. Тогда мы ни под какие ограничения требований регулирования со стороны Министерства России не попадем. Мы будем работать в рамках соглашения 2015-2016 года. В целом, республика по итогам прошлого года полностью выполнила все свои социальные обязательства перед жителями. Егор Борисов отметил, что в течение января будет проведена работа со всеми министерствами и ведомствами по исполнению государственных программ. И, как подчеркнул руководитель Якутии, на особым контроле по-прежнему остается тема повышения зарплат бюджетникам. И сегодня же Алроса сообщила, что по итогам прошлого года реализовала алмазов и бриллиантов на сумму почти 4,3 миллиарда долларов. При этом компания ожидает, что в 2018 году алмазный рынок будет находиться в сбалансированном состоянии за счет незначительного роста мирового спроса на ювелирные изделия с бриллиантами и отсутствием существенных изменений в объемах мировой добычи алмазов. Зимники в Среднеколымском районе Якутии будут открыты на следующей неделе. Об этом сообщил первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников. В прошлом году из-за позднего открытия зимников запасы топлива были завезены не в полном объеме. Поэтому стоит задача в этом году открыть переправы в ранние сроки для доставки топлива в увеличенном объеме, сказал он. Так, пробивка зимников в Среднеколымском районе идет по трем направлениям. Одновременно – Сватай, Березовка и Сылгаэтар. В течение следующей недели проезд зимником до этих населенных пунктов будет открыт. Как вы помните, в прошлом году у нас населенные пункты Сватай, Аргахтах, Аликакюль, Березовка. Автоземники были открыты в конце февраля. Мы в этом году планируем открытие произвести в конце января месяца. Создана рабочая группа в прошлом году под руководством министра транспорта Республики Саха-Якутия. Он сейчас находится в Среднеколымске. Пожар в доме по улице Пионерская, 15, дробь 1, уносит жизнь человека. Трагедия произошла 31 декабря. Последствием тушения пожара стали холод и сырость в квартирах остальных жильцов. В ситуации разбиралась Галина Кутугутова. 31 декабря минувшего года в 20-30 часов по адресу улица Пионерская, 15, дробь 1, вспыхнул пожар. Дом и так находился в плачевном состоянии. Но теперь после пожара жильцам дома приходится арендовать квартиры или жить у родственников. А тем, кто не смог себе этого позволить, приходится жить в холодных и сырых квартирах. Сейчас во всех квартирах очень холодно. Температура не соответствует нормам. Самая высокая достигает всего 10 градусов. Первый этаж дома затопило во время тушения пожара. Воды из помещения откачали только вчера и в них до сих пор сыро. Окна в подъезде и в нескольких квартирах выбиты. Электричество подключили через сутки, а газ только через два дня после происшествия. 31 декабря в 20-30 ко мне постучалась соседка. Открываю дверь и я ее не вижу на расстоянии 50 сантиметров. Я ее не вижу. Все, я звоню в пожарную. Пожарная тут же минут 7-10. Отреагировали сразу. 11-ю потом шли, 15-ю взламывают. Оттуда дым, огонь, все, пожарник стучит. Горим, выходим. Я говорю, как я выйду? И у меня ребенок болит, как я выйду? А потом, да как выйду? Да так и выйду. Никого не пускали, а мы последние выбежали из квартиры. За руку по темноте и огонь. Администрация города взяла под контроль ситуацию. Первый заместитель главы Дмитрий Садовников сообщил, что сегодня решают вопрос о восстановлении дома. И сегодня служба эксплуатации городского хозяйства и управляющей компании проводится работа по осмечиванию. И мы на этой неделе должны рассмотреть вопрос по восстановлению на комиссии по чрезвычайной ситуации пожарной безопасности городского круга от Якутска. Больше всего пострадала 15-я квартира на втором этаже. Она находится прямо над той, в которой началось возгорание. Огнем повреждена практически вся площадь помещения. Кроме того, пожарным пришлось скрыть здесь полы и выбить окна. Сейчас в квартире невозможно жить. Рука говорит, сами восстанавливайте, живите как хотите. Мы отопление дали, проводку протяните и все, живите как хотите. Жильцы дома утверждают, что виновником пожара мог стать погибший в огне дворник, которого управляющая компания Юниан заселила в злополучную квартиру. Его часто видели в нетрезвом состоянии и сигаретой в руках. Постоянно шумели, курили, пили. Прокурено? Да, у меня вся одежда пропахла. Неоднократно соседи писали жалобы в управляющую компанию и участковому инспектору. Эту версию сегодня проверяют в администрации города. Галина Кутугутова, Георгий Кригорьев, НВК Сахар, Якутск. Финал конкурса «Лидеры России» прошел 36-летний нирюнгринец Максим Терещенко. Как далеко заходят амбиции участников и как стать победителем среди тысячи управленцев. Наши корреспонденты попытались составить портрет современного лидера. Гимназист, студент, магистр менеджмента, дважды дипломированный специалист. И все это о нем, о финалисте конкурса Максиме Терещенко. За 10 лет работы в угольной компании он вырос из главного специалиста в начальника управления по персоналу. На этом амбициозный парень не останавливается. Поступил в аспирантуру и пишет кандидатскую. Принимать участие в подобного рода конкурсах Максим начал с городского и республиканского уровней. Лидеры России дали шанс успешному управленцу заявить о себе на федеральном уровне. Ты должен осматривать перед собой только рост. Всегда расти профессионально. Это будет выгодно для всех. Это будет выгодно для тебя. Это будет полезно предприятию. Это будет полезно городу, республику, стране. Ты ориентируйся на себя, потому что повышая свое образование, ты способствуешь дальнейшему росту, в том числе и ориентиру людей, которые окружают тебя. Наряду с Максимом в полуфинале конкурса приняли участие еще трое амбициозных нерюнгринцев. У Натальи Угаровой блестящая карьера не в ущерб семье. Девушка почти 10 лет возглавляет работу с молодежью района. В лидерах России Наталья в финал не прошла, но основная цель от участия в конкурсе была достигнута. Я хотела как раз посмотреть механизм организации подобного рода конкурсов и затем применить это непосредственно в работе. Ну и могу сказать, что именно эта моя задача, она, конечно же, была достигнута. Галина Тролукова на конкурс пришла, чтобы узнать что-то новое о себе. Состоявшись как специалист, женщине захотелось понять, что она может еще. Участием в полуфинале Галина Васильевна осталась довольна. Я поняла, что да, сейчас, имея свой опыт, свои знания, я могла бы принести очень много пользы людям. У меня нет ничего другого, кроме работы сейчас. Организаторы конкурса отметили, что еще несколько участников от Дальневосточного федерального округа смогут пройти в итоговый этап конкурса по федеральному рейтингу, когда станут известны итоги полуфиналов во всех федеральных округах. Возможно, еще одним участником финала станет кто-то из столицы Южной Якутии. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Айя Ломосов, НВК Саха, Нерюнгри. И последнее сразу два молодых специалиста устроились на ферме юнкюрского отделения кладовой Олегмы, что редкость для сельхозпредприятия. Возможно, результатом стало создание новых условий труда. Так или иначе, молодежь осваивает новые должности. Продолжит Елена Фаст. 12 января будет месяц рабочего стажа молодых работников Виолетты и Дмитрия в предприятии кладовая Олегма. Оба работают в новеньком телятнике. На памяти управляющего отделения Владимира Петровича это впервые за долгие годы. Столько лет работы на фермах, ни разу не встречал, чтобы молодежь пришли работать таким желанием. Он даже удивился первый раз. Думаю, как вы точно желаете работать или нет? Они говорят, да, точно. Между тем молодежь успешно справляется со своими обязанностями. Более того, Дмитрий уверен, совсем не обязательно покорять мегаполисы. На селе есть работа, есть и перспектива. Молодые сейчас рвутся куда-то там далеко, куда-то в город учиться, на какую-то должность особенную. Просто не понимают, что на самом деле вот это то, чем занимались наши предки. Сметана, сливки, молоко, все наше родное, все наше взросшенное наше путем. Поэтому скоро это станет дефицит, и поэтому мне кажется, что это будет перспективнее. У Виолетты есть опыт. Дома тоже держит коров. С чем-то она столкнулась впервые, но уверена, то, чем она занимается, по душе. Я живу в деревне, да, и дома телята, коровы. И больше как бы к животным сердце лежит. Как бы с ними нянькаться, вот как бы с маленькими детьми прямо. И нравится? Да, очень. Пока на своих местах 18 питомцев. Буквально на днях еще пятеро пополнят телятник. Ну а к концу марта каждая клеть будет заполнена. Продуманный цикл осеменения дает результаты и с молоком, и с молодняком. Здесь содержится 238 дойного стада, и в этом году мы должны получить где-то в пределах тоже столько же телят. На данный сегодняшний день массовый отел начал в Севен-Кюре. На данный момент мы имеем 23 теленка, но отел продолжается. Елена Фаст, НВК САХ, Алёкминск. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь в курсе событий с НВК САХ и САХ-24. Всего доброго и до встречи в эфире.